Практически каждый человек слышал выражение «не судите о книге по обложке». Однако если в отношении людей эта английская метафора «ещь как-то действует», то вот с животными не ВС так просто. Далеко не каждый может решиться взять в свой дом больного питомца. Такое под силу только очень добрым и милосердным людям. Это история о том, как любовь и забота человека изменили судьбу животного. Пиппа. Главная героиня этого рассказа – маленькая собачка породы Чихуахуа. Крошку звали Пиппа. Ей было всего один, пять месяцев. Она находилась в приюте для животных, куда попала вместе со своим братом, мамой и папой. Вся собачья семья страдала от чесотки. Причем Пиппе досталось больше всего. Ее маленькое тельце было полностью покрыто болячками, а шерсть полностью отсутствовала. Это хрупкое и болезненное животное могло погибнуть без должного лечения и заботы. Но Пиппе повезло. Ее фотографию увидела Аманда Харрис. Девушка очень любила животных и часто брала на передержку собак из приюта, подыскивая им наджных хозяев. Аманда не могла без СЛЗ смотреть на эту кроху. Девушка поехала в приют, чтобы забрать малышку на передержку и заняться ей лечением. Вместе с Пиппой к Аманде отправилась и вся ей собачья семья. Девушка отвезла больное животное в ветеринарную клинику, где его осмотрели, взяли необходимые анализы и назначили лечение. Аманде пришлось приложить немалые усилия для того, чтобы вылечить Пиппу. Это ежедневное купание в лечебных ваннах, регулярное нанесение специальных препаратов на кожу, организация правильного питания. Пиппа оказалась очень умной собачкой и терпеливо переносила все процедуры. Кроме того, малышка отлично поладила с двумя другими собаками, живущими у Аманды. И это несмотря на то, что они были гораздо крупнее щенка Чихуахуа. А ещ она любила обниматься со своей спасительницей, спать под одеялом, ластиться к огромному питбулю и бегать за его хвостом. Труды Аманды не прошли даром и спустя некоторое время струпья на теле щенка начали заживать. Вместо них стала пробиваться шерстка. Аманда уделяла очень много времени общению со своей подопечной, часто брала ей с собой на работу. Также девушка освещала жизнь собачки в социальных сетях. Поэтому Пиппа быстро приобрела популярность. Это помогло ей найти свою настоящую хозяйку, которой стала Терри Диккенсен. Женщина с первого взгляда была очарована малышкой, которая к тому времени уже покрылась рыжебелой шерстью и выглядела как милашка. Терри решила забрать животное к себе. Все члены семьи Диккенсен поддержали это решение. Теперь Пиппа обживает свой новый дом. К слову, чувствует она себя здесь прекрасно и уже подружилась с большой собакой, живущей у новых хозяев. Диккенсы очень довольны тем, что решили приютить Пиппу. Они ее полюбили и чувствуют, что это взаимно. Вот так может преобразиться больное и слабое животное, обреченное на гибель. И это ВС благодаря любви и заботе человека.